Следующий вопрос. На какие концерты ты бы хотела пяты? Я бы очень хотела пойти еще раз на концерт Натальи Могилевской. Мне бы очень хотелось пойти на концерт Bring Me The Horizon, который скоро приезжает в Украину, но у меня нет возможности, потому что, опять же, Евровидение. Также мне бы очень хотелось еще раз прийти на концерт Ани Лорак, как Тин Кароль и Boombox. Boombox я пропустила концерт, но все равно я надеюсь, что в будущем приду. И также очень бы хотелось посетить концерт Валерия Миладзе. Димка Левченко спрашивает. Привет. А, это уже было. Сейчас. Макс Минницелл спрашивает. Можешь нам рассказать немного о приготовлении к детскому Евровидению, которое ты уже сделала? Номер на детское Евровидение поменяется. Поменяется платье, поменяется задумка номера. Одно хочу сказать, что на сцене появится большой цветок лотоса, так как это символ счастья и жизни, это символ чего-то нового. Цветок лотос живет в трех измерениях. Вода, земля и воздух. И мы живем тоже в трех измерениях. Это социальное, материальное и духовное. Поэтому лотос будет один из главных предметов на конкурсном номере. И надеюсь, что он вам понравится. Следующий вопрос. Полина спрашивает. Привет, Аня. Твоя песня является одной из фаворитов в детском Евровидении 2015. А слушала ли ты песни других стран? Какие понравились и почему? Полина, привет. Я каждый день практически захожу на официальную группу Евровидения и слушаю новые песни конкурсантов. Насколько я знаю, то уже объявили 15-14 конкурсных песен. И все из них я прослушала. Мне очень нравится Беларусь. Руслан Асланов, мой друг очень хороший, с которым мы также участвовали вдвоем в «Голосе дети». И, в принципе, пересекаемся очень часто на разных конкурсах. Также мне очень нравится песня Словении, Нидерландов, особенно Нидерландов. И мне всегда очень интересно ждать номера конкурсного от Нидерландов, именно потому что всегда Нидерланд поражает своей необыкновенностью. И в прошлом году мне очень понравился представитель Нидерландов Юлия. И в этом году тоже очень сильный представитель. Также мне понравилась песня «Мальты». И мне очень хочется пообщаться с представителем «Мальты», потому что очень интересная девочка. Видно по ней, что она очень творческая, и у нее очень сильный голос, и она им очень профессионально владеет. В принципе, одной из таких причин, по которым я оцениваю песни конкурсантов, это первое — вокал, второе — мелодия и сам текст. И такие топовые страны — это, как я уже называла, Беларусь, Словения, Нидерланды и Мальта. Это, наверное, четверка самых сильных претендентов на победу. Следующий вопрос задает Катя. Привет, Анюта, я твоя фанатка, я тебя дуже люблю, и хочешь выше тебя побачить. Первое питание. Якщо ты выиграешь у якомусь конкурсе багато грошей, что ты с нами робишь? Это уже были эти вопросы? Да? А есть еще? А, вот. Нет. Есть еще какие-то вопросы, на которые я не отвечала? Даша Зинченко спрашивает. Какой твой любимый фильм, и хотела бы ты сняться в фильме, если да, в то, в каком? Я очень люблю смотреть ужастики и комедии, потому что это в каком-то смысле связано с моей жизнью. Я всегда либо смеюсь, либо жить нерадостно, либо плачу, или грущу. Мне бы очень сильно хотелось сняться в комедиях и также ужастиках. Мне интересен вообще опыт съемок в фильмах, и в будущем одной из таких профессий я бы хотела петь и также сниматься в разных фильмах. И быть предыдущей. Ну, в общем, все, что связано со словом актер. Следующий вопрос задает Ира Шлей. Приветико, Нюта, ты очень красиво, профессионально поешь, удачи тебе на детском юровидении. Я буду верить до конца, что ты победишь. Ты очень милая, красивая и добрая. Я очень благодарна тебе за твои советы, ну и мои вопросики. Во сколько часов ты ложишься спать? Ира, спасибо большое за поддержку. Мне очень приятно, что ты интересуешься мной, и что ты задала аж 10 вопросов. Вот, ну что ж, первый вопрос. Я ложусь спать в час-два ночи, и я очень мало усыпаюсь, так как в 6.30 надо уже вставать в школу. Следующий вопрос. В школе ты отличница, хорошистка или двоечница? Я хорошистка, так как я уже говорила, что я чуть-чуть скатилась, но после Евровидения обязательно, обязательно нагоню школьную программу. У тебя есть время, чтобы помочь маме с уборкой в комнате, помыть посуду и так далее? Время можно найти всегда, главное иметь желание. Если мне хочется помочь маме, то я всегда найду время ей помочь. А если, опять же, лень, то я скажу, что мне надо делать уроки, или у меня есть дела какие-то. Ну, в принципе, помогать маме – это наша обязанность. Поэтому я стараюсь все-таки не лениться и помогать моей мамочке. Следующий вопрос. Как ты выкручиваешься в неловких обстоятельствах? Ну, это зависит от самого обстоятельства. Я либо ухожу от темы, если это какая-то тема, которая неловкая для меня в данной ситуации. Ну, опять же, какой-то неконкретный вопрос, потому что вот я не могу ответить, что от всех каких-то... от всех неловких ситуаций я отхожусь, ну, хожу вот так вот. Поэтому мне нужна ситуация, тогда я скажу, как я бы в этой ситуации поступила. Сколько в тебе пропусков в прошедшем году? Не очень поняла этот вопрос. Носишь ли ты порванные джинсы, рваные штаны, бойфренды – это тенденция этого года. И я очень часто стала замечать их вообще в моде. Поэтому у меня тоже есть парочка порванных джинс. И я считаю, что это красиво. И, в принципе, рваные джинсы сочетаются абсолютно со всеми. Какого человека ты считаешь своим идеалом и ориентируешься ли ты на него? Я считаю своим, ну, не идеалом, а авторитетом мою маму. И мне бы в будущем очень хотелось бы быть похожей на нее. Назови любимые и какие-то ненавидишь уроки. Я, ну, не то чтобы ненавижу, я не люблю биологию, иногда не люблю химию, особенно когда я ее не понимаю. Иногда не люблю геометрию. Ну, в принципе, опять же, это зависит от того, понимаю ли я урок или не понимаю. Следующий вопрос. Ты свободно умеешь говорить украинским и английским языком? Я языком украинским я могу говорить, потому что это мой родной язык, я должна на нем говорить свободно. А английский язык я не могу сказать, что свободно, но я понимаю, о чем идет речь. Я могу общаться с англоязычными представителями. И, в принципе, английский язык я могу сказать, что не замечательно, но знаю. Ты прогуливала уроки? Если да, то сколько раз? Ну, в этой школе у меня не удается прогуливать уроки, потому что везде стоят камеры наблюдения, и очень тяжело найти место, там, где камерного наблюдения нет, кроме туалета. В туалете целый урок не в прикол висеть. Вот. Ну, в прошлых школах я иногда прогуливала уроки, когда мне было очень лень, или я уставшая была, или просто хотелось домой, но, опять же, так как мой дом находится далеко от моей школы, и везде стоят камеры наблюдения, то прогуливать уроки очень тяжело. Ну, в принципе, мне это не нужно, потому что я и так очень мало хожу в школу, очень редко, и когда прихожу, я стараюсь улавливать все темы, все возможное, чтобы хоть как-то быть в курсе темы и нормально сдать контрольную или тест. Следующий вопрос задает Илья. Привет, Анна. Каково твое отношение к спорту? Занимаешься ли спортом, споришь спортивные трансляции? Я позитивно очень отношусь к спортивным людям, и мне очень нравится, когда у человека спортивная фигура, но так как, опять же, у меня нет времени, я не хожу на спорт, но я думаю, что после детского игровидения я обязательно пойду на танцы, это либо же хип-хоп, либо же контемп, либо же просто буду ходить в спортзал на индивидуальные тренировки. Я не смотрю спортивные трансляции, потому что, ну, мне не очень нравится смотреть спорт по телевизору, мне больше нравится им заниматься. Есть любимый вид спорта? Да, это танцы, однозначно, и, наверное, бассейн, ну, плавный. Или, может, не любишь спорт и не интересуешься им. Так, следующий вопрос. Когда планируешь свой сольный концерт? Если честно, я пока только в планах, он у меня в мечтах, но вот определенной даты и местопровождения нет, потому что, опять же, как я уже сказала, что все мысли сейчас только на детском невровидении. Следующий вопрос задает Таня. Анют, расскажи, как будешь проводить твое свободное время в Болгарии? Я думаю, что времени особого у нас не будет в Болгарии, у нас каждый день будут репетиции, я смотрела уже расписание репетиций, и когда будет появляться свободное время, может, между какими-то выступлениями, я буду общаться с конкурсантами, потому что, просмотрев их номера, мне очень бы... У меня появилось много очень вопросов, и также на детском невровидении будут мои друзья, поэтому... за которыми я очень скучаю, и мне бы очень хотелось узнать, как у них дела, обняться с ними, поговорить на разные темы, вот, в принципе, расписание очень загруженное, поэтому особо свободного времени у меня не будет. Так, все. Спасибо большое за то, что вы мне задали столько, много вопросов, мне безумно приятно, что вы интересуетесь со мной и моим творчеством, люблю вас очень-очень сильно, успехов вам в жизни и вдохновень... вдохновень... вдохновение, и оставляйтесь самими собой. Люблю вас.